Всем огромный привет из вечернего Прованса. Посмотрите, какое у нас сегодня небо голубое с тучами. И не знаю, пойдет дождь или не пойдет, будет гроза или нет. Температура почти уже без, так скажу, 5,36. Около 6,34 градуса. Сегодня температура поднималась в обед, не знаю, до скольки на солнце. 40 с чем-то точно было. Мы сейчас направляемся к свекрови, чтобы ей немного помочь. Завтра приезжает ассоциация, забирать у нее книги, кассеты ненужные, какую-то мебель она будет отдавать. Она позвонила, говорит, чем занимаетесь? Я говорю, да такая жара, что выйти невозможно никуда. Она говорит, я сейчас буду собирать коробки. Я говорю, а что вы будете делать? Я пока вам виноградники показываю. Она мне говорит. Я говорю, ну ладно. И вот мы едем ей на помощь, ничего не сказали. Она сейчас обрадуется, что приехали помощники. И по-быстрому все соберем в коробки. А на этой неделе, кажется, она сказала, что у нее будут переделывать плитку в коридоре и, может быть, в ванной комнате. Работа идет полным ходом. Все сделали, помогли. И сейчас решили поужинать все вместе, по-быстрому. Вот хлебушек с шаризо. Сейчас пожарим быстро на гриле. Сосиски мужчинам. И нам издали рыбку. И сделаем пюре. Ой, ля-ля. А виноград все чернеет и чернеет. Александр уже попробовал. Говорит, скоро совсем. Скоро мы уже стол накрыли. Алло. Говорит, только на половину мощности и уже горячая. Через пять минут. Света? Света. Чё и пан? Пойдешь, мой пан. А вот бабушке помогает. Пойдет. Перемыли всю посуду, которую Даниэль хочет оставить. Она хочет оставить вот эти чайники, чашечки. Уборка. Уборка. Ух, какое небо. Возвращаемся домой. Уже пошел немного дождик, пока мы ужинали, сидели. Несколько капель упало. Возвращаемся поздно домой. Хотели побыть с Даниэль, чтобы она не оставалась одна. Разговаривали, вспоминали обо всем. Сейчас все ей закрыли, помогли убрать и домой поехали. Завтра еще у Александра один денек. На этой неделе мы посмотрели Даниэль погоду и воскресенье будет 38 градусов. Значит, на солнышке будет, наверное, все 45. И всю нюбделю будет стоять сильная-сильная жара. Мы ждем, когда у нас наконец-то эта жара спадет. Поэтому завтра я не знаю, чем мы сможем заниматься. Так хотелось бы погулять. Но не знаю. Посмотрим. Ладно, до завтра тогда. Всем доброе-предоброе утро из солнечного. Почти солнечного Прованса. У нас сегодня с утра покапал дождик. Мы думали, что будет гроза. Но грозы нет. Смотрите, какая красота за окнами. Мы с Александром с утра собрались. И поехали погулять. Сейчас поедем в наш любимый парк. Давно там не были. В Сен-Шамат. И будем гулять с утра. А после обеда посмотрим, какая будет погода и чем будем заниматься. На пляже сегодня немного народу. Детки. Спортсмены. После обеда будет. Пляж весь убрали. Красота. О, вся грябля. Какой-то долю, да? Шир. Пройдемся. Видите, дождь был. На пляжу. И в парк. А, сегодня водичка чистая-чистая. Ой. Медузы. Везде медузы. О, сколько здесь-то, господи. О, сколько медузы не видела. Ни разу. Я плен, шери. И я смотрю, и есть большие пищи, и фемелы. Они улетают их овы. А, да? Здесь, потому что все маленькие, они едут. Солнце. И фуали. Что? Да, идти в парк, солнце уже. А, да. И ферма-медузы. Море из медузы, вы представляете? Ой, жаре, жаре. Алекс даже говорит, я такого в жизни не видел. Вам видно? О, 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 о. О, о, о. О, о, о. Та-дам. Утки? Утки. Там. Там утки. А тут медузы. А тут медузы, там утки. Тут медузы, там утки. Представляете? А, да, они куём. Ой, и рыбы, как огромные рыбы. Рогерку, Море Гранд. Ты гросс. Большой? Большая. Большая рыба. Молодец. Ты мой дикит парк, ты супер бед. А? Молод. Я говорю, все ему говорят, что он очень хорошо говорит. А, потому что это язык медитармен. Если мы сочи, то это не может быть. Ох. Вот мы вам показали сегодня. Такого вы никогда не видели. Может, кто-то я видел, но я не видела столько медуз. О, нич. Ведён, как меня называет. Нич. Пойдём. Это неправда. Все повыраешь. И я танжу в фильме. Ура! Парк открыт. С утром. Сейчас посмотрим, со скольки до скольки. А до 12. Лёна-ди-вы, Андрюди-рюгер. Да, но... Ты знаешь, на скольки... А, потому что это ферми, мэрди. Это ферми. Это эксепционально. Но, если бы, это каждый день. С 7-медведь. До 12. В 7, чтобы по прохладе люди могли погулять в этот парк. Уже видели. А, да, Роди-рюгер это тут. Несколько раз. А, вот они убирают. Все деревья старые вырывают. А, кстати, огромное вам спасибо, кто поддержал наш стиль жизни. Написали столько хороших комментариев. А, питает роман, говорит, а может канал чистят просто. А, вон они уже едят там, кто работает, обедают или завтракают. В 11, пол-одиннадцатого, не знаю, или перекусывают французы. Любят. Да, наш стиль жизни. Что какой бы он ни был, нужно просто в каждой мелочи искать что-то хорошее и новое. Вот сегодня уже день не пришел даром. Потому что я никогда в жизни не видела столько медуз. Ну, видела по одной-две медузы, более красивые видела. Ну, что вы, столько? Вот. Новые ощущения. И мы с Алексеем такие, вау, с утра. Ощущения новые. Это же так классно. А вчера новую книгу опять купила. Мне кто-то написал бы только, читайте книги художественные, или про кишечник. Вот. Я делаю и читаю только то, что меня интересует, затрагивает. Мне кажется, это самое лучшее в жизни. Когда мне захочется что-то художественное, я буду читать художественные, смотреть фильмы. Я все делаю теперь по желанию. Хочется снимать вам парк, снимаю. Мне захочется снимать два месяца, не буду снимать. Пойдемте. Каскад посмотрим, давно не видели. Мельница. Здесь нужно жить, остаться беспрохладно. Продолжение следует... Олег, посадок. Олег? Олег? Это рыба. Рыба. Рыба? Нет, это не рыба. Грибы. А, гриба? Грибы. Грибы, это грибы. Мне показалось, что это рыба. Стоим и душ принимаем. Водичка долетает. Вам не видно? Тебе медитация. Да. Да. Медитация. Да. Медитация. Продолжение следует... Мощное. Ой, самое... Дерево, которое живет очень-очень долго. Говорят, мы в Америке. Надо в Америку. Будет съездить к племяннику. Много таких деревьев. А это моя любимая. По-французски. Женка Белоба. Белоба. Замечательная. У меня чай есть такой. Против микробов холестерина. Тоже мощное такое дерево. Знаете, как перевод его? С китайского. Серебряный абрикос. Абрико Даржан. А, ну, Даржан, это как... Лезаржан? О, аржан, лекулер. Кулер. Да. Серебряный абрикос. Женка Белоба. Летанг и леплент. Экзотики. Залив. Экзотические растения. В этом году. Потребляйся, Танай. Ой. Пускай забитит цеплюбу. Если позвонил, но... Полотки ты? Всегда более красивая в этом году жара. Высох. Здесь. На болото послушай. Заливчик. Смотрите видео. С прошлого года. Ой, и здесь, это что-то. И не плюс дуло. Си, си, я лею. Вода, я вообще не вижу. Это, это розовый. Это, это розовый. А у тебя, ты ссор, ты ссор, ты ссор, ты ссор, ты ссор. Вода. Ссор, ссор. А, да, и ссор. Вода, ты ссор, ты ссор, ты ссор, ты ссор. Мне тоже нравится. Я говорю, я тоже сказала по-русски, что мне нравится. Пошли мы дальше. Надо за временем следить. У нас же парки закрывают. А, типа ля? Типа-потипа. Ой, плю-лю. Ой. 12 часов. Мы решили в порту попить кофе. Александра. Кафе Нуазет. Ух, как вкусно пахнет. И Александра. Ален же. Итальянский. Подали кофе и забыли воду. И мы попросили по стаканчику сразу водички. Водичка, конечно, бесплатна. И обязательно для шоколадка и пили печенье. Это у нас с имбирем. Сейчас посмотрим, что здесь продают. Зашли в маленький магазинчик. Рогерд, через соус с дифиром. Барбекю. Барбекю. Ой. Танжевый влах. Ой, чего тут только нет. Красота. Разные конфитюры. Абрикос, ваниль. Рогерд. Абрико, ваниль. Оранжевый влах, ваниль. Здесь производится все в Сен-Шаму. Рогерд, сери. Помпу, арканы, трубарки. Пурматэн. Абрикос, ваниль. Абрикос, ваниль. Большой. Ну, сэртиппо. Абрикос. Абрикос. Риотов. Суризного. Ваа, сэртиппо. Рогердишь, правда? Оранжевый ваниль. Абрикос. Абрикос. Аманд. Абрикос, аманд. Миндаль. Что типа... Ох, конфеты из миндальной пасты. Да, баба, ну... Ай, манификсовый магазин. Классный магазин. Мы сюда неравним не заходили. Вот с вами зашли. Фуагра 24 евро. А, сэрли, шату колесо. Попаси, мадам кисляр. Ой, мадам кисляр. Ты покрузи. И ой. Он посрал уже, две шизы. Сэрли, сэрли. Сэрли. А это суп французы любят. Но это очень хороший суп. Порливайшири, да? Суп тут просто. Рыбный суп. Руи. Они в суп добавляют. Руй. Руй. Да. Лябас сэкуашири руй. Это вид майонеза. Который добавляют на сухарики и кладут в сухарики. Угу. Они разные составы. А это майонеза? А там же вы вон. Что? Потом вам расскажу. Что мне до конца не сусить? А ты что? Сейчас надо. Немножко обрешил. Это разные соусы с трюфелями, с белыми грибами. О, появляю. С моря, это сморчки. Это очень дорого во Франции. С трюфелями самый дорогой. Мутарда. Мутарда. Майонеза и трюфелями. Мутарда. Резит труба и мутарда. Риспачо. Артизаналь, то есть производители. Лимончики. Да. Икра из баклажанов. И всякие рататульчики. Это мясо. Смотрите, какая корзина классная. За 114 рублей. Это очень красиво. Это в конце тоже. Ребята, как это? Это не так. А, и эпиз, я хочу посмотреть. Жену или эпиз. И все, я думаю, что это композиция. Какие классные подарки. Для Ноэль? Здесь, да? Да. Очень красиво. Вина, всякое. Да. А, Жерей, вы хотите посмотреть? Вы хотите посмотреть? Да. Да, я да. Да. А, где-то. Вина, где-то. Вина будет смотреть. Да. А, да. Да. Это очень вкусно для нас. Да, безусловно. Ничего себе. Это все основные марины. Смотри, это очень вкусно. Это разные патеты, различные пастеты. Это только патеты. Патеты, я не смотрю. Я хочу, смотрите, патеты. Кулита, утка. Патеты, 26 евро. Есть у него. Есть у него много патетов? Нет, нет. А, да, да. Это пицца. А сейчас пицца. Что ты хочешь? А я люблю пицца. Вот мне рай здесь. Нет, нет, что ты хочешь. Это пицца. Нет, нет. Эрбе де Провенце, смотрите, как это. А, да, я возьму эрбе де Провенце. Сейчас возьму вот эти из нашего региона. Ладно, девочки, я посмотрю, потом вам дома покажу, что купила. Степенно мы купим, попробовать здесь все. Я взяла травы Прованса. Гаспачо Владислава Павказу. Возьму. 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 Что так? А, да. Классный бутик. А то ли? А то ли? А то ли? А то ли? Мы уже дома. Поближе покупочки покажу чуть позже. И я уже сделала, смотрите, какой замечательный салатик. С сыром моцарелла. С различными специями. И здесь у нас креветки. И, конечно же, Александр сейчас будет уже пробовать руль. А-ля Провансаль. С креветками. Это должно быть очень-очень вкусно. Так что мы сейчас обедать. И потом по дому немного дел. Работать. Проверить все меню. И затем пойдем погулять. Может быть, где-нибудь посмотрим. Обязательно вас возьмем с собой. Владислав, вы спрашивали, креветки любит? Нет, он морепродукты у нас не любит. Поэтому у него курочка. А что будет у нас из углеводов? Из углеводов? Александр говорит, ты мне углеводы не добавляй. Потому что я буду есть десерт. Я буду есть вот такие хлебцы. Хлебцы из черного риса. Они замечательные. Вытащить не могу. Ну так покажу. Вот такие они. Поэтому иногда у меня муж отказывается от гарнира, когда сильно жарко. И правильно делает. Александр устанавливает клим. Мы в этом году климом не пользовались. Потому что не было сильно жарко. На этой неделе передали жарящую. Поэтому будем использовать климатизер. Который купили в прошлом году. Сейчас нужно будет все прикрепить. Здесь у нас не очень удобно. Но что поделаешь. Передали 38 воскресенья. Сегодня уже жара. Каникуль снова во Франции. А я чем занимаюсь? Пойдемте вам покажу. А не показала вам, что купила. Давайте сразу же сделаю обзорчик. Я уже в магазине показывала. Но теперь могу поподробнее рассказать. Почему? Что купили. Потом поедем. Когда за следующими продуктами. Буду вам все время показывать. Вот такая у нас красота. Мы уже попробовали. Руй а-ля провансаль. Что в него входит. Сразу вам расскажу. Так. Феме де полосон. Это подкопченная часть рыбы. Не знаю какой. А вот здесь написано. Да. Потом овощи. Соль. Помидоры. Перец. Шафран. И кукурузный крахмал. И различные специи. Особенно. Вот такая острая. Я сегодня попробовала. Острая такая приправа. Я вам сказала как ее едят. Ее едят вообще-то с рыбным супом. Берут такие гренки. Или поджаривают гренки. Намазывают вот этот руй. И потом прямо пускают в суп. Александр сегодня захотел с креветками. Ему очень понравилось. Сколько. 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 Мы за нее заплатили. Но нам сделали аж 15 процентов. Кажется. Скидки вот на каждый продукт. Или 25. 25 процентов. Из-за того, что мы соседи. Руй. Сказали. Всем соседним деревьям. Все, кто живет рядом. Делаем 25 процентов. Скидки. Только подтвердите, что вы живете рядом. Мы показали, что мы живем 12 километров. Они говорят. Вам скидка на все 25 процентов. Вот на каждый товар по 5,50. Скидка процентов. Заплатили мы 17,93. Вместо. Насчитала 25 что ли евро. Потом вот заплатили 17,93. Так. Руй. Сколько он у нас стоит? Ааа. Надо же найти. 2,70. Ну со скидкой получился меньше. Затем мы взяли соус томатный. Это у нас с козьим сыром и с медом. Еще не попробовали. Потом я вам расскажу. 2,85 в магазине стоит. Но продукты просто замечательные. Затем мы взяли вот такую большую упаковку. Здесь 250 грамм. Потому что я очень часто использую травы прованса. Что в травы прованса входит? Здесь у них входит розмарин, базилик, тимьян и сорьет. Не знаю как по-русски. Надо перевести. Кто переведет напишите в комментариях. И вот такая банка трав прованса стоит 2,93. Очень выгодно. Затем мы взяли паштет из печени. Куриной печени. Я обожаю. Обожаю. Такой паштет из куриной печени. 4,35. Самое главное, что я не могла его найти с хорошими ингредиентами. Здесь замечательные ингредиенты. И паштет стоит 4,35. И гаспачо. Сейчас надо его убрать в холодильник. Потому что мы в обед его не попробовали. Потому что оно было теплое. Гаспачо целый литр. Почти 980 грамм стоит. Оно дорого. 5,90. Ой, 5,10. Обманываю 5,10. Но так как была со скидкой. Хотели попробовать. Так что вот такие у нас были покупочки. Мы уже запланировали, что купим в следующий раз. Потом я с вами буду делиться. И я здесь опять включила свой витализер. Потому что хотела делать в духовке. Но в такую жару я просто не могу включать в духовку. А витализере это очень быстро. И записала для вас рецептик. Помидорки на пару. Подождите минутку. В пароварке. Это супер вкусно. Обязательно посмотрите рецепт на канале. Худеем по-французски. Солена Франц. Это... И помидор готовый. Очень полезный для здоровья. Так что у нас здесь кипит работа. Мы же сегодня не нагулялись с Алексом. Мы к вечеру решили по нашим алмам пройтись. Здесь тысяч шагов не дошагали. И сейчас из кустов что-то как вылетело. С таким шумом. Это две птицы. Как это называется? Бартавель. Бартавель? Да, в провинсале. А в провинсале. В ах, в провинсале. В ах, в провинсале. Это пижеус? Нет, это как в фазан. С чего? Ах, фазаны. Ах, на провинсальском языке. Из семейства фазанов. Вот. Но они столько шума надевали. Так. Так. А там же он жири. А выкшалер. Сапи ветра кулевра уходит. Еще в замок. Давай. Давай. Я говорю, давай осторожно идти. А то с такой жарой может какая-нибудь дичи вывезти. Я здесь одна не хожу. По вечерам. Чуть-чуть ветерка уже есть. Ветер уже есть. Но вообще выходить надо в девятом часу. Здесь в девятом часу из-за зверей опасно. Поэтому мы идем пораньше в восьмом часу. Такая дымка из-за жары стоит. И у нас в салоне прохладно теперь. С кондишеном. Ладно, мои хорошие. Буду с вами прощаться. Не знаю, продолжу этот блок или уже следующий будет. Ну, увидимся. Поддержите канал. Подпишитесь на канал. А то 60 с чем-то процентов людей смотрят канал без подписки. Если не трудно, подпишитесь. Ну, если не хотите так. Смотрите в свое удовольствие. Самое главное с удовольствием. Пока-пока. Пока-пока. До завтра. До завтра. А дома? До завтра. Угу. 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 Продолжение следует...